Ну что у нас здесь? А! Вот, пожалуйста. Такая комната. Всего 81 квадратный метр. Живой. Вот, даже пища видно, как... Воспаряется пища даже, как видно. Ну да. Поведи, покажи. Поведи, покажи. Поведи, набили. Поведи. Каждый добавляйте в него. Не помню, что я могу. А, скажем, будем добавлять туда? Нет, вот это потереть надо. Так. Вот это сможете маленько почистить и потереть. Хлеб, чтобы детям дать... Ножа по скоплите вот здесь. Немножко ножиком... Скажу, ну только так, боком ножа по скоплите. Не боком. Потому что в Болгарии вот невеста вынесла, и ей дают сыр. Когда я говорю, ни одного слова не слышу. Тихо, тихо, девочки. Ей дают сыр. И вот смотрят, как она. Но она знает это все. Если она срезает, значит, нерачительная хозяйка. То есть у нее в отходы идет. Если бывает такая, которая берет, только влажной тряпкой, не ряпкой. Нужно боком, может, послать, как скрипут, и с сыра парафиль, который на ней убрать. Вы помните это все? Это очень сырное качество. Заработать это одно. Правильно и стратить это второе. Что муж говорит заработать, и родивая жена руколом растрясет. Вот у нас отец, у него руки не было, по самой плечу. У вас хоть до сгиба, у него вот так не было. На фронте. Дорогобужем. Первый год войны наступает фашист. И загнали их в батальон или роту на кладбище. Отец говорит, они предпоситы только летели. От всего, что их там где скрывали, ягод остался в параллельной. От органа рука. И командир полумертвый. Все. Это самый страшный 41-й год. Гороловное нападение. Ну и проще такое, как нам пишут, как говорят. Я так вот предполагаю, что отцу моему делал операцию в Гойно-Ясцинецкий. Потому что их привезли. Туда у него оторвала только кисть. Дальше загнарение. И дальше уже кость привели здесь. И делал какой хирург. Он все рассказывает, я так по описанию не понимаю. В Адалиме он там работал в Красноярске. В Лука. Гойно-Ясцинецкий. Никогда не садись, когда сюда. За счет садишься. Вот, чтобы аппетит был, ему наливали стакан не водки, а спирта. Ну, он тянулся. Аппетит зверский. Ну, молодой, здоровый. Значит, это 41-м году, 10-й, ему 31-м год. Самый, говорится, мужчина. А потом, завтракай, ничего нету. Он говорит, а почему сегодня нет этого? А они говорят, посмотри на себя. Он пойдет с дергалом. Я говорю, у него такая рожа красная. Ну, тебе что еще надо? Ты без этого уже готова. Ну, эта рука спасла его. Он дожился там. Как мать Асахима. Ну, интересно. Отец без руки, а дети все с руками родились. И люди говорят, у Адама Бог отнял ребро. А почему у нас и у женщины одинаковые? Я говорю, наш отец без руки, а все с руками родились. Я-то довоянный еще. Так, за стол садимся. Ты будешь стоять, когда все покушают, тогда извините. Боже, милости будь для грешного. Создай мне, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Ощи всех на Тебя, Господи, уповая. Ты даешь им пищу его благовремень. Отверзаешь Ты щедрую руку, Ты исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне принесла его веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови, освяти. Дары, посылаемые Тобой, Словы истинные, и молитвы. Аминь. А ну-ка, как кланяйтесь, посмотри. Да, встань. Ты что стоишь здесь? Он не молился? Молился. Молился. Ну-ка отдай шапочку, потом наденешь. Давайте, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ноги держи вместе. Поклонитесь, как следует. Рукой не надо, но себя проверить. Рукой вот так прикладывайте. Давай, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Наклоняйся. Вот, видишь, как. Чтобы рука могла пол достать. Доставать не надо, ну, проверь себе. Еще ниже не достает. Ну-ну-ну, гимнастикой заниматься надо. Так, за стол. Давайте все. За стол. Николай, Николай, Дмитрий Сын. Я тебя спросил, как работали? Хорошо, Рукой. А почему же все кравасно лежат? А сегодня мы не едим? Почему масло нет? Наверьте каждому ложку. Ты что делаешь? Изо рта и обратно. Что же такое? Масло просто пронесите, наверьте каждому полную ложку. Полную ложку. Лег на стол. Он даже не слышал. Ну зачем на стол залез-то? Сразу лег, все. Матрас привезти тебе, ляжешь, поспишь на столе. Так. Кажется, кого-то нет. Парень дежурен, он зря шатается. Женщина хватает. Посади его обед. Так, садись. Коля, садись за стол. Нещешь шатать? У меня лапе еще четыре человека какого-то пекара обслуживают. Дай ложку масла. Столько хватит или еще? Хватит. Теперь каждому дай ложку. В ложку, чтобы он съел. Вы знаете, что такое хрен? Чтобы ложку пощаснули, каждому дайте. По чуть-чуть дай. Хрена. Мало, побольше? Ну, кто как. Положите еще. Памер, не ел еще? Чуть-чуть. Еще. 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 Ммм. Еще? Это, пожалуйста. Для острости. Вкусно. И чуть-чуть, да? Вот. Рыба у нас вторник, четверг, суббота, воскресенье, да? Да. Можно посмотреть на среде бумага. Я посмотрела, вторник. Только пройдет в воскресенье. Да. Дети уже съели, посмотрели. Галя, где ты уже посмотрел, вторник, четверг, суббота, воскресенье. Рыба. Ну, делать как, соответственно. Так. За стол не делаешь. Зачем охраняешься? Масло получается. Если у нас за стол будешь охранять, то, видишь, без обеда будешь. А чуть-чуть. Даже по чуть-чуть в Володе дайте. В одну рубили, кто сочет, и в другую ложку. Воня. Смотри, Маленька. Хреб съели просто так в рот. Они вкусно знают один раз. Помаленько. Подавляешь, то оно самое. Да, да, все его. Послышите. Я, пожалуй, сяду тоже. Че, все? Все, садишь, Ника. Мы продолжаем завтракать утром. Посмотрим, что у нас второе. Это рожки, редиска. Вот она, редиска дается. Редиску нам дали шадрины. Вот тут хлебушек. Вчера сострянули с сестрой Марины. Первый у нас первый. Это что у вас называется? Супчик, голубчик. Зеленый щит. Понятно. Фасоль, гречка, картошка, зелень садорода, капуста, лук веленый. Очень вкусно. И питательно. И питательно. Вот, короче, поел, и рапортир не надо. Дежурный махнул. Чашку залезал, показал. Дежурный махнул. А крошку не надо, практически. Это интересно. Ты обедал, как можно с человека узнать? Кто он такой? Обед. В древности даже поговорка была. Скажи, что ты ешь, я скажу, кто ты. Хотя было так, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Галагатрию видать. Видно? Видно. Видно. Не волка. У меня в лагере был мальчик Амилов. Булдаков Антон. Ты показал мне? Сегодня это теплица у Лужковой в Кате. Со Сашей. Сейчас Шадрина уже. Шадрина, наверное, теперь. Да, Шадрина. И вот он, неразмерный такой парень был. Он такими всегда смеются. Боже, свинья. И он это слышит. Поэтому следите за своей фигурой. А то как хомяки сделаетесь, щеки такие вот. Косточки заложил, вынес. Показывает, хомяк набирает щеки. И яблоко, и яблоко. Как рот разденет, и тут за щеку вот такой вот. И тащит гнездо. У него сумки нет. А воськи нет. Он за щекой таскает. И тебе таскает, на зиму все. Он говорит, как хомяк. У хомяка такой свой свой. И вот у этого Антона была невоздержность. Кому-то давали уже. Все. И он невоздержан был в пище. Прямо невоздержан. А сам солстый. И вот приезжает к нему дядя Володя. Этот Антон. Дядя Володя. Здоровый. С Никиту. Вот так по-мужественнее ей выглядит. А у нас военные кителя. Без погон, все. Любой размер можно надеть было. А за стол садичься, вот эти ножи бы декисей закрыты. Кто бы ни был. Начальник, кого угощаем. У нас же правило. Дрескот. И никто не сопротивляется. Я буду одеваться, еще подчиняться. И тогда еще есть не буду. Ни одного не было. А это попался такой. Ну это компенсатив. А чего я должен надевать? У нас порядок такой. Жарко на улице. Ну поешь, потом снимешь. А чего вы команды эти говорят? О, как. Я говорю, выйди сюда. Он вышел. Покорился. С территории лагеря. Сел на эти декозники. И сидит. Смотрит, мы едим. Едим первое, едим второе, третье. Ладно, давай китель. Ему не китель надо. Повись охотно. Ну упрямый был. Мать его Фоменко. Валентина Ильинища. Она сейчас больная за ней. У нас ухаживает Любовь Николаевна Потеева. И вот что интересно. Вот это упрямство у него. Ну откуда оно? Он должен знать-то. Потянуло его туда, в южные страны. И поехал в Чечню. Зачем? Никто не знает. Уехал и по сегодняшний день. Ну лет двадцать уже прошло. Все. Кончилось. Она ходила к Суликову. Это губернатор Алтайского края. Он послом Белоруси 60. Он говорит, ну я где запрос сделал. И ответа никакого нет. Но ты пошел туда. Тебя что искать-то? Ясное дело. Я думаю, где-нибудь в подвале. Там, где надо копать схроны. Ну и таких. Они же видят, что за люди. Ну когда все сделают, чтобы никому не рассказал. Пристрелили, как собаку. Это наши чеченцы. Это люди, которые только голову умеют резать. И меня сильно упрекали, когда я готовился поехать. Говорят, ну ладно, вы уж отвлеченные. Вам охота быть мучеником за крестом. Мы догадались. Так? Я говорю, так. Ну а этих-то зачем берете там? Витя старшин говорит. Этими-то зачем? Рискуете. Я не освещаю. Еще я вам одну. Говорят-то правильно. Но мы молимся. И мы были три раза в Чечне. Три раза. Шесть мусульманских республик прошли. Турцию прошли. Турцию все прошли. В Стамбуле были. Константинополь. Второй рим где было. И я скажу. Мне очень и очень нравится быть среди мусульман. И они видят, как мы молимся. Говорят, да он знает. Там руки отрубят. Никто не отрубил. В Чеченке. Ну просто. Когда описывают их. Лермонтов, Пушкин. Говорит. Какая она. Гибкий. Стан ее какая. Вот именно такие они и есть. Мы к библиотеку пришли. Ну обычно как? Да мы фотографируемся. А зачем вам это надо? А мы снимаем. А зачем это надо? Ну все. А эти сразу. Там одна. А можно я стану рядом? Библиотека, что и помощница. А которая еще там. Заведующая какая-то. Ее говорит. Нет. А почему тут министр что-ли приехал? У нас сегодня важное совещание. Ну пошли. Ей сказали. И она пришла. Старос нам есть фотографии у вас. Одетая по полной форме, как им положено. Платья до полу. В государственной библиотеке в Российской Федерации. На паспорт ни одной нету, чтобы они без платка были. А у нас даже в Америке. Сестра наша прислала. Гринкарты. Сила распуглательница. У них стойкость. Мужество. И мы с мусульманами встречались в Австрии. Во Франции. В Мадриде. В Лиссабоне. То есть я называю там, где. Потому что я говорю там. В Дании там мы просто беседовали с ними. И нам есть что сказать и дать им. Ни разу нигде на нас не было нападок. Ни разу нигде они нас не поносили. Мы остановились где-то. Ну видно, что что-то так. Один подъехал. Так. Вы, наверное, заблудились здесь. Я говорю, мы не знаем как. Идут провода и навигатор не показывает. Мне правда не туда. Ну ладно, езжайте за мной. И впереди нас поехал. И ехал он я не знаю сколько так. Ну думаю не меньше километров 5 может быть. В леса себя он ведет нас. И наконец вывел оттуда. И подошел. Вот. На меня. А вы на моего отца похожи. Я говорю, а как вас звать? Махмуд. Это Макобед. И такой. Ну прям русский мужик. Русоволосый. Такой. Довольный. Мы тоже молимся. У нас Аллах называется там. Мы маленько поговорили. Я с собакой сижу в кабине. Вот как. В другом месте мы молимся. И они молятся. На расстоянии. На заправочной станции. Там везде отдохнуть маленько. И мы молимся. И маленько погодя помолились. Подходит женщина. А я русская. Я русская. Она не сказала мусульманка или нет. Но с ними я и не видел что она молилась. А муж у меня мусульманин. Хороший человек. Вот. Мы за вами наблюдали. Это так приятно смотреть. Представьте мы расстелили. Боремся. Подняли руки. Кланяемся. Все. И муж к вам сразу расположился. И она с нами побеседовала. Сейчас я не знаю где это было. В Вене или где-то. Вот. Они режут голову. Они режут голову. Я не опровергаю этого. Режут голову. А вы то зачем к ним пришли. Но стреляет это лучше. Затылок в хатыни расстреляют. Там 123 тысячи офицеров. Которые добровольно пришли в плен. Сдались. И всех расстреляли. Да это не один царь. Это я не знаю. Это изверги какие. Но с нами так и поступили. У него сестра у Антона. Она где-то, я не знаю, 40 лет не была, не была. Потеря внезапно умерла. И сейчас там один Антон. А он в Дмитриевской церкви. Там сторожем или кем. Не знаю. Там были кочегарки. Работали. И вот. У нас раньше было сусликов много. Вокруг лагеря. А мы их не трогали. Кошек не было. Они красивые такие. Пятышками серенькие такие. Ушки маленькие такие. Глаза миндалевидные такие. Вот отрывания красивые. А они мы за столом сидим между ногами бегали. Ручные суслики стали. Но потом. Кошки тут. Коршун. От коршунов. Там у него башни. И назначались дежурными. Кто? Все. Я. Я. Но они не знали, что есть еще и другая должность. А один там высоко. Он видит. Коршун видит. И он кричит. Коршун видит. А внизу стоит человек тоже. Мальчик стоит с прутиком. И он должен за коршуном бежать. И кричит. Уходи. Уходи. И вот. А наверху это более почетно. Бегать нельзя. И Антона поставил туда. А мальчик его говорит. Который внизу тут. На подхвате. Ты дай мне там постоять-то. Он говорит. А пирожок в обед отдашь мне? То есть он даже этим местом на вышке стал торговать. Чтобы золотой. Такой остался. Никакого развития нигде нету. Но зла никакого он не делал. Он не отказанного в лагере. Я когда была. Я помню Антона. Он такой сидел. Смотрел. Смотрел. Потом говорит. Тетя Галя. Я когда выйду. Вырасту. Вы выйдите за меня замуж. Я когда ешь и старый мне сказал. Тебе. Я не знаю сколько ему лет так было. Двенадцать или тринадцать. Я говорю. Антон так я же старый буду для тебя. Зачем я тебе нужна? Нет. Ну я такого не слышал. Чтобы Антон такое сказал. Ну вот такое дело. Значит сидите за собой. За свои фигуры. Это очень полезно. Вот. Я читал одного Владимира Черелихина. Есть такой писатель. Ну я говорю. Может некоторые его не узнают. Его уже нет живых. Но хорошие рассказы писал. Он был в Швеции. И говорит. Вы мне конечно не поверите. Я был тут три года. И ни одной женщины. Полностью из лишних мест не встретил. А почему? Шведская стенка. Вы вспомните. Какие названия идут оттуда. Это очень умная нация. Ну вот. Нордическая нация. Любимая Гитлера. Вот. Они вот придумали эти сепараты разные. К слову сказать. Молоко. Девяносто шесть элементов в нем. Это единственный на земле продукт. Который усваивается без желудка. Когда вырезанный желудок. Ходит кишечник. Кишечник. Его успеют выбрать. Чтобы человек не умер. Это я все из книг набрался оттуда. От той мудрости. То есть. Держать себя надо. В Америке. Я сейчас не могу цифру назвать. Но далеко за шестьдесят процентов. Избыточный вес. А что такое избыточный? Говорит. Без страха упущяют себя. Без страха. Ну ты и знал что в рот. Я встретился с Самирой. С мусульманкой. Жена Мулы. Ну это удивительная женщина конечно. Она все говорит. Я ее спрашиваю. Какой рост. Какой вес. Я ее на руках взвешивать буду. Не знаю. Подходить к ней. Я метр семьдесят два. А сейчас усох метр семьдесят. Я ее спрашиваю. Не буду же. Она ответила. Я в общем ее опросил. Копия. Рост и вес сошлось с Татьяной Капустиной. Вот. Мы представляем какая была Самира. Мы когда приехали. Она. Отец Игнатий. Я толстеть начала. У меня там пять килограмм лишних. Я сейчас уж так воздерживаюсь там все. То есть она не боится это сказать. Ничего особенного в этом нет. То есть. Меня как-то осматривали. Я устраивался на работу. И в медицинской комиссии. А девчата молодые. На поясе надо раздеться. Ну и проверяет на все. Болен, не болен. У меня все. Никогда этого не было. И что интересно. У меня какой-то есть прибор такой. Ни ножик. Тупой. И они знаешь что-то по спине там узнают там это. Щерпают. Она как щерпала и кричит другим. Ну ходите смотрите. А я не вижу что. Я говорю. А что там на спине-то. Так она где проведет. Следом красная как налитая кровь. Такая реакция. У меня когда попадает соленка. Врач не мог глаз вывернуть. Бьется, бьется. Что за глаз. Строгость. А то организм такой. В позвоночнике делаю операцию. Там два отверстия где идет ствол. А у меня в одном. И говорят так. Трудно. Они боялись что я парализованный буду. Когда резали там. Вырезали. А то у меня устройство другое. Это Бог дал там. Ну я прожил. Никогда в рот не берите никакого лекарства. Лекарство вот. Подложное. Если не знаете где самая главная аптека хорошая. В тебе в саму. Вот ты обжег что-то. Ой-ой-ой. Обжег. Как-то выдави сопли и стоплями помашь. Все. Сморшилось. Это лекарство. Сопли задерживает. Всякие пыльные. Пылинки и прочее. А потом что-то не попало. А вот я руку смотрю. А тут ну с картошкой возилась и треснула. Ухом. Маленько там раскрепи сколько есть. Только спички никогда не ковырят. Иначе дальше затолкать. И замашь. Все зажило. А вот если где-то что-то было. Порезал палец где-то. Ну это проще всего. Отвернись где-то никто не видит. Если трудно достать. Или попейся. Или в ладошку и туда и разотри. Все. В человеке. В самом аптеке. Вот. Одно время в газете напечатали. Левая ступня и правая. Вот я принес вам отель. Черная которая. Ходи. Вот нажимает у большого пальца у ноги. Там. У пурышек где-то. Это отражается прямая. Идет к сердцу. Рядом которая повыше воздействия. А то идет к печени. То есть вся подошва левой и правой ноги показана. Куда идут органы. Это все благотворно. А как узнать. Запоминать. Не надо запоминать. Это они босиком. Особенно где корову прошли. Грязь. А потом засохла. Вот. А мы ходим в степи. Будем ходить босиком. Ходила. Ходила. Знает. Это для здоровья. Это все скажется. Я немножко вступление только сделал. Пройду. Ну. Сидите за столом. Смотрите. Добавок никаких не просите пока. Просите зелень. Раньше когда бывает дашь. А они ребятишки возьмут. Да на пол где-то бросят. А когда вы столкну. Довут супу. Он это съест. Девочку привезли. Девочку привезли. Борщенька довольна. И бабушка и мать приехала. За стол сели. Обедать. А я не ем. Как не ешь. У нас положено есть. А ей есть охота. Сначала себе два перышка луковых. А не. Светочка съешь. Я говорю. Не уговаривайте. Не хочешь вас из-за стола. Она не вылазит. Заплакала. Лук не знает. У меня был Руслан один тут. Его Андрей крестили. Тот вообще. Компьютерный парень. Ничего не понимает. Его вот эта наша просия в зеленом. Огрела однажды. Она качается на тарзанке. А он внизу. Фрося. Дай меня. Сам напротив стоит. Покачать сидит. Качаться надо залезть на столик. И качнуться там. Уберут когда траву было. А он в компьютере. У него весь мир. Вот эта мониторная рамка. И она ему тут. А. Палка. На которой качаются. А палку между ног. Садятся на нее. И на веревке тогда как тарзан качается. Тарзанка называется так. Она отпускает. А он стоит. Рот развернул. А вот эта палка такой толщины. Вот такой вот длины. Она летит. Бак. С его в лоб. Он не поймет. Как она из монитора выглядела-то. За рамки монитора-то. А просит на него. Смотрит. Был и нет его. Упал и орет лежит. Да парень-то большой. Андрей. Так мало того. Она в этот же день еще один раз его огрела. Он сел. Захватил голову. А так и плачет. Это надо. Это полностью уже человек. Выключенный из жизни. А потом. Родители тогда звонят. Я разрешаю в обед. В обед это раз. Можем здесь звонить. И он. Мама. Я уже научился первая листь. Двенадцать лет. Первая листь. Он не знает как. Что же он ем. Непонятно. Сникерсы какие-то там были. Здесь вы научитесь всему. Вот ко мне приехала одна девочка. И звать ее Виктория. Вот она Вика сидит. И сразу сказали. Девочка больная. У нее почки больные. Так было? Так было. Я говорю. Я хороший врач. Почему? То есть я не учился нигде. Я к батюшке сразу. Березовый сок есть. У батюшки там. Морозилки. Он мне дал. Я привез домой. Принес туда. Скорее из дома везу мед туда. Утром когда работает. А ее на кухню. Ей тепленькой в березовке. Стакан. И ложку меду. Слизывать. Медленно. За час до еды. Прошло недели две. Бегает и говорит. Болит что? Нет не болит. Мать приезжает. Да она болит. Не надо. Не надо искусственно нагонять. Девчонка совершенно здоровая. Знаешь. Муж любит жену здоровую. А сестру богатую. Запомни. Если ты больная. Ты никому не нужна будешь. Здоровая ты. Крепкая. Никогда даже где-то болит не сознавайся. Иначе так в девках и засохнешь. Запомни это. Муж любит жену здоровую. А сестру богатую. Все. Вот так. Я говорю ей сестра. Янафа. Имена-то какие. Янафа. Янафа. Не встретишь нигде. Ну по календарю. Ну вот она же вот. Ребят я говорю. Спрашивал. Кто кем хочет быть. Ну парень. Кем Коля хочет. Космонавт. Артеист. Кем угодно. Но работать не будет он. В таком виде он работать не будет. Его надо поднять на ноги. Он будет работать у меня. Сейчас пойдешь с собой туда. Мешки взять ему. Сено будет накладывать. Заталкивать. Нести на себе. Это вообще. Парень куда угодно. Согласна мать? Да конечно согласна. Даже тяжелый. Килограмма два. Может пути сено взять поднести. А я не парнишка такой говорит. А я буду автомехаником. Во. А как? А папа машину ремонтирует. Я так много уже знаю. Ну сам спрашиваю. Девчонки. А это все артистки. Пугачевщина. Сплошная. Ну артистка. Кто она там будет? А одна говорит. А я буду ветеринаром. Вот ее сестра Инапа. Фросина. Зелененькая. Вот я говорю. Вас и свести вместе. Познакомить. Ваши дети всегда будут сытые. Которые машину ремонтируют. Всегда деньги. Всегда. А ветеринар он везде нужен. А ветеринар он может и человека вылечить. Он знает. Глаза и есть. Хвоста только нет. Остальное все правильно. Только у коровы вымя сдать. А у женщины вымя спереди. Разницы больше никакой нет. Все остальное на том же самом месте. И все. И надо нам рассказывать. И показывать. Чтобы люди знали. Лища веса не было. Вы видели косули. Серна. Как она скачет. Когда за ней лев гонится. Как она даст. Прыжки какие. Вот. Вы такие. И была такая одна тарифа. Звали Серна. В Библии. И она шила рубашку. Учите шить. И эти рубашки. Воскресили ее из мертвых. И стали Петру показывать. И стали плакать. И все. И он помолился. Она встала. И опять села за машинку. И стала спрашивать ее. Все. Я не знаю что там. А потом наверное Петру позвонил. Где он был. Я не Петр. Благодарю тебя. Я там видела. Сказать не могу что. Ну ладно. У меня тут аккумулятор садится. Которого нету. Ну все. Благодарим Богу. Здравствуйте. Здравствуйте. За края стола. Не трогать еще. Вот так вот. Смотрите. Зачем тарелки на края стола? Никакой нужды нет. Вот смотри. Место. Вот я даже вот. Рукой все. Чтоб я нигде не видел за края стола. Вот это вот. Вот это задело. Вот это. Которое здесь. Поворачивать в сторону. Хорошо пользуется? Я правда. Почему я мужчина должен ищить женщину? Да. Попробую начну. Мы окинемся. Мы окинемся. Мы окинемся. Попробую. Попробую. Так давайте. Попробую сюда вступить. Благодарим тебя Христе Божий наш. Яко насытилось. И на тени веке твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего царствия. Яко посредивающей поры твоей пришелось и спаси. Мир да я имя. Прийди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Отцу Иссуну и Святому Духу. И ныне и призна и во веки веков. Аминь. Аминь. Он не кланяется. Ты стой маленько, дам мне его книзу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Даме его. Не молиться, не работает. Он у меня все научится. Смотри, вот кошка как моется. Она утром в темнастику делает. Вот. Видишь как? У ней полотенца нет. Она вылежит и с чистой мокрой лапой оботкнется. Потом, которая грязь слежит и опять. У нее по-другому нельзя. Вот писал человека даже. Полотенца руки вытер, слежит в полотенце грязь. Ой, да зараза. Никакой заразы нет у ней. Нет, она чистая. Абсолютно. Вот она насочет. Вот посарапалась. Бог и Слава наша. Вот она где. И она в беременном уже. В отпуске вот-вот родишь. И не жалостям. Декрет ей идет. Слава подрала, как в муфту женщины раньше ходили. От мороза спасались. Смотри, я назову сейчас. Буду говорить. Белая, черная, рыжая. Так. Рыжую комары заедать. Вот она. Рыжая кошка, а? Это она знает, что ее назвали. Ну, рыжая это как Руфина. Руфина это рыжая переводика. Это перевод такой. Ну, если бы она была женщина, Руфиной звали бы ее. Так. Тележку сейчас выкатывать, Володя. Вы побежите сейчас двое. Возьми парня одного этого. Бегом только бежать к Устиновым. И скажи, ведра и лопату можете привезти на тележку. Мы увезем. И сами приходите. К Андрею? Да, Андрею не поедет. Он нету. Ребятишки. Кажется, Исааки сказал, поедет. И Стеку маленького. А вы готовьте мешки накладывайте. Мешка три, хотя бы четыре. Вфинат ooh times Gabriel Hat. Спасибо. Спасибо Христос. А, кто не благодарен? Withinまぁ… Нет. Спасибо христос повара. Вы накрываете. Продолжение следует...